Так, ну что, 1987 год в I-City, то есть прошел год с момента оригинальных событий. Боже мой, мы сейчас умрем от этой стрельбы. Офигенный перевод, да? Такое чувство, будто перевод Гоблина смотрит. Чувак, за которым мы сейчас следили, он был замешан с Томми Версети. И мы узнали, что Томми Версети рулит всем городом, всем в I-City. То есть, получается, мы сможем с ним познакомиться в этой модификации, если это доступно в бета-версии. А перед просмотром ролика хочу посоветовать вам канал Фикуса. Парень проходит игры различных жанров, от обычных мобильных игр до AAA-проектов. На данный момент парень проходит PS eBay, а также парень все нервы тратит на новую Sekiro Shadows Die Twice. Плюс на его канале сейчас проходит розыгрыш игр общей стоимостью в 3500 рублей. Участников пока что мало, поэтому у вас есть вполне реальный шанс выиграть для себя какую-нибудь игрульку. Тем более, правила розыгрыша достаточно простые. Ссылка на канал находится в описании. Алоха, GTA-шники! Вы знаете, что несколько дней назад, а может быть даже и пару дней назад, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео, вышла такая модификация под названием GTA Vice City 2. Да! Это прямое продолжение GTA Vice City. Только она называется Shine O Vice, что вы можете увидеть в верхнем левом углу. И да, эту модификацию создали те же люди, которые работали над GTA 3 Frosted Winter. Да-да-да, я ее когда-нибудь закончу. Ой, извините. ВК, да, это круто. Так вот, это демо-версия, насколько я знаю, GTA Vice City Shine O Vice, но я буду называть ее GTA Vice City 2. Чуть не искал GTA 2. Так вот, сегодня мы с вами посмотрим на эту модификацию, что она себе представляет. Единственная проблема в том, что язык будет английский, но London is the capital of Great Britain, поэтому я для вас все переведу, наверное. Я, по крайней мере, постараюсь. И мы с вами посмотрим на фанатское продолжение второй части GTA Vice City, как говорится. И если это видео наберет... Давайте... Сколько попробуем? Давайте. Если это видео наберет 2000 пальцев вверх, я буду проходить для вас эту модификацию, всю демку. А пока что я оставлю это видео, как своеобразный первый взгляд на GTA Vice City 2. Итак, давайте начинать. Кстати, устанавливалась она очень легко и просто. Так, ну что? 1987 год. Vice City, то есть прошел год с момента оригинальных событий. Отель Stardust. Music sounds better with you. Олды поймут. Итак, на такси у нас приезжает какой-то новый чувак. Или это Томми Версетти, кстати. Сейчас посмотрим. Слушай, по-моему, он похож на Филла Коллинза из Vice City Stories, кстати. В общем, это какой-то новый персонаж у нас тут. Хлоу? Флинт? Да, привет, Джеффри. Я остановился в отеле. Я думал, ты позвонишь мне несколько часов назад. Почему так долго? Перелет проходил в тумане. А, перелет отложился из-за тумана. Слушай, я бы хотел с тобой встретиться чуть позже. Надеюсь, я правильно перевел? В общем, мы могли бы встретиться в том-то-том-то месте. Ты хочешь, чтобы я тебя подобрал? Я? Дышит. Что-то, типа, потерял права или что-то вроде этого. Да, без проблем. Место называется... Prime что-то... Оно называется Premier. На углу магазина Рафаэля, ты помнишь? Слушай, Флинт, мне жаль... Мне действительно жаль твоего брата. Но коп сказал, что это обычное дело в этом городе. Я уже готов. Если что, заезжай за мной. Хорошо. Буду через пару минут. Ну, я плюс-минус так примерно перевожу. Это отель Stardust. Когда вы не на заданиях, вы можете здесь сохраниться, подобрав данную иконку. Здесь вы можете переодеть своего персонажа. Кстати, да, это тоже фишка из Vice City Stories была, скажем так, скоммуниздена немного. Итак, я думаю, геймплей... Да, геймплей у нас уже есть. Итак, друзья, главный герой GTA Vice City 2, некий персонаж. Назовем его условно Фил Коллинз. Но вообще, по-моему, его зовут... Флинт или Джеффри? Блин, я уже запутался. Ладно, неважно. В общем, это либо Флинт, либо Джеффри. Какая разница? Так, выходим из Stardust Hotel тогда. И вот мы с вами уже полноценно заходим в GTA Vice City. Итак, у нашего друга, которому мы сейчас поедем к Джеффри, то есть нашего героя зовут Флинт. Да, это Флинт. У нашего друга Джеффри... Бобо умер. Это время, чтобы вернуться на медикацию. И начать вернуться в свою жизнь вместе, когда он заканчивается в себе в очень долгое время. Это что, такое-то радио? Подождите, я же радио выключил. Какого черта? Походу, не выключил. Извиняюсь, это было очень громко, ребят. Прошу прощения. Это радио было. Так вот, у этого Джеффри, в общем, помер брат. Флинту очень жалко. И нужно отвезти его на похороны, насколько я понял. Спокойно, спокойно, ментяра, спокойно. Итак, первая миссия своеобразная, да? Вот у нас Флинт стоит. Флинт, чувак! Как же давно я тебя не видел. Детка? Дай-ка догадаюсь. Ты что, закинулся перед этим? Ну ты и смешной дышит. Не находишь... Все еще не находишь это смешным, Флинт Кейси? Да ладно, Джеффри. Ну ладно, оставим шутки. Но на самом деле, ты не выглядишь так, как будто собрался на похороны. Слушай, все из-за моего полета. Моя голова сейчас... Моя голова сейчас трещит по швам. Мы можем доехать до какого-то магазина, по-моему, он написал, да? Да, давай, хорошо, ты ведешь. Если я неправильно перевел с магазином, значит, тот другой. Но мы сейчас равно куда-то едем. Может быть... Да-да-да, я был прав. То есть, опустим, скажем так, шутки. И нашему Флинту надо раздобыть костюм для похорон, как говорится. Но перед этим я кое-что проверю из оригинала GTA Vice City. По-моему, здесь у нас должны быть нычки. Хренас два, Сергей. А нычек-то здесь нету. Ни брони, ни узишки. Вдобавок, я еще Джеффри потерял. Слушай, наверное, я зря это сделал. Ладно. Джеффри, чувак, ладно, садимся в машину. Едем в магазин Possers. Там мы купим похоронный костюм для нашего Флинта Кейси. Итак, народ, Флинт Кейси, главный герой. Кстати, откуда я узнал про эту модификацию, вы спросите. На самом деле, во-первых, мне ее скинул подписчик. Спасибо ему огромное, большое. Но, еще вчера, перед тем, как записывать этот ролик, я увидел в рекомендациях на канале Вилзи, по-моему, или на канале Стифли. Стифлер. Как-то так он называется. То ли Стифли, то ли как-то по-другому. Но, в общем, не важно. Или Stylefly какой-то. В общем, не важно. На канале Вилзи я увидел прохождение GTA Vice City Shine of Vice. Но я сначала подумал, что это какая-то, может быть, древняя модификация, которую я не зацепил. А нет! Реально, разработчики GTA 3 Frosted Winter, которые я сейчас, кстати, на канале прохожу, сделали продолжение Vice City 2. Это великолепно. Что это отдать им должное. Команда у них была действительно огромная. Итак, вот магазин Poser's. Это бывший магазин для игроков Golf. Этот костюм тебе подойдет. Окей. Погнали в магаз. Сейчас. Так, переоденем нашего Флинта, Флинтовича. Так, и сколько это будет стоить? У меня денег нет, кстати, на костюм. Используйте AD, чтобы переключаться. Ну, это как Vice City Stories. Так. Окей, нормально. Я за тебя заплачу, поблагодаряешь меня позже, он говорит, короче. Все, да, я купил? Нет? Да, все, я купил. Ты можешь вернуться в магазин в любое время, чтобы прикупить тебе новую одежку. Вся купленная одежда будет доступна в твоем убежище. Так, теперь отправляйтесь в Даунтаун. Понял. Это надо на ту сторону нам сейчас с вами перебираться. Вообще, на самом деле, можно было проехать справа, но да ладно. Так вот. Еще по поводу вот этой модификации Shine of Vice. Я установил всю вот эту вот модификацию полноценную на свою оригинальную Vice City. А смысл в том, что у меня не ванильная версия Vice City, то есть у меня тоже присутствуют некоторые модификации. И, к примеру, я не знаю, идет ли мод с кручением камеры, вот этот вот, в GTA Vice City 2. Но я даже гадать не буду, на самом деле. То есть я просто не знаю, идет он или нет. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас так же красочно выглядела картинка, вы могли вертеть камерой в движении, и этого нету в модификации Shine of Vice. Вы можете обратиться к видеоролику GTA Vice City Reborn 2018 на моем канале. И оттуда скачать сборку. Так, ладно, мы с вами подъезжаем. Кстати, оружия у меня, если что, нету. А вот и похороны. Hostess Ed Fulverin Ferain. Аккуратно, парень, на крыше! О, боже мой. И что теперь делать? Это засада, короче говоря, там на крыше чувак какой-то. Это у нас ФБР, судя по всему, я вижу в машине. Ему перекрывают вход. Так. Я займусь им. Пошел вон, ублюдок! Все, с него хватит. С ним покончено. Боже мой, мы сейчас умрем от этой стрельбы. Офигенный перевод, да? Такое чувство, как будто перевод гоблина смотришь. Они уезжают! Мы еще можем их схватить! Гори, мразь! Там что-то было написано Берн, что-то там, но типа гори, мразь. Я не знаю, как это еще перевести. Так, окей. По-моему, кстати, в демке 22 миссии, кстати. Следуй за пешкой, но при этом соблюдай дистанцию. Осторожно, Флинт. А то они увидят нас. Он уходит! Едь быстрее, чувак! Еду, еду. Но спукометр-то может в любой момент подняться, так что я переживаю насчет этого. Итак, следуем за шестеркой. Следуем за пешкой, куда она нас сейчас приведет. Я не договорил, по-моему, да? В бета-версии модификации Shine of Vice присутствует, по-моему, 22 сюжетных миссий. 22! Куча изменений! Магазины! Оружие! Вообще все абсолютно поменялось. Эта модификация, она с нуля создавалась. То есть есть просто город Vice City, но все абсолютно здесь с нуля было создано. Наша, по-моему, цветовая гамма, кстати, лучше стала. Вплоть до загрузочных экранов, кстати. И до нычек. То есть, как вы видели, я оружие даже с броней не смог подобрать. Все, они приехали. Это бывший особняк Армандо Мендеза. Братьев Мендезов из Vice City Stories. Олды шарят, как говорится. Поэтому, если вы не знаете, что такое Vice City Stories, полное прохождение есть на моем канале. Это был эксклюзив для PS2 и PSP. Так вот, сидим. Похоже, это их точка. Тебе повезло, что ты не погиб, чувак. Ты чуть не поставил наш бизнес. Версетти получил все ответы, которые искал. Спасибо, спасибо, что-то там. Он тебе позвонит. Версетти? Черт, Кейси дышит. Это же тот чувак. Да, я слышал про него. Харвардский мясник. Он рулит этим городом, чувак. Мы можем кому-то доверять, чтобы получить наибольшие связи в этом городе? Да, я думаю, могу поговорить с шефом, который сейчас находится в Гаване. Свинья. Ладно, у нас нет другого выбора. Мы играли в покер вместе. Старый чувак любит... Короче, любит азарт. Я знаю, что он все еще находится в этом городе. Ладно, мне нужно пройтись, подумать о своем. Спасибо, Джеффри. Мы начнем разгребать это дерьмо чуть позже. Да, возьми вот это. Это все, что я могу тебе дать. По крайней мере, должно хватить на оплату номер в отеле. Я очень ценю это. Да, я понимаю. Приезжай в ресторан, как только разгребешь, скажем так, свои мысли. Окей, и береги себя. Да, перевод, конечно, некачественный, но... Как могу. Как говорится, ребят, как могу. Миссия выполнена, да? Миссия выполнена 450 бачей. Это все, что нам дал Джеффри. Так. Окейшки. Значит, смотрите. Этот чувак, за которым мы сейчас следили, он был замешан с Томми Версетти. И мы узнали, что Томми Версетти рулит всем городом, всем Вайсити. То есть, получается, мы сможем с ним познакомиться в этой модификации, если это доступно в бета-версии. Ну, может произойти тут всякое, конечно, но... Машину... Что-то занесло как-то сильно. Но узнаем об этом чуть позже. Все зависит от вашей поддержки, ребят. Даже, кстати, конка Пейнт Спрея претерпела какие-то изменения. Слушайте. Выглядит великолепно. Серьезно, выглядит очень великолепно. Поэтому, народ. Ну, может быть, не две тысячи. Ну, можно даже сократить это все дело до полутора тысяч лайков хотя бы. Я не знаю, но я думаю, нам впору это набрать, как фанатам серии GTA. Поэтому, если вы хотите, чтобы я прошел бета-версию Shine of Vice абсолютно полностью, мне нужна ваша поддержка. Полтора тысячи пальцев вверх на данной первой части, и я прохожу эту модификацию полностью. Независимо от того, даже если просмотры будут как на Frosted Winter, это не важно. В любом случае, полное прохождение будет. Так что, да, пока модификацию сносить не буду. Хочется, кстати, заметить, что в этой модификации даже весь город открыт изначально. Прям изначально открыт. Итак, собственно, давайте для первого взгляда пройдем еще одну миссию все-таки. Негоже на одной миссии остановиться. Уличная доставка, что-то вроде этого. Как дела, Джеффри? Этот бизнес идет к чертям. Флинт, если так и продолжится, то мы закроемся. Что? Я думал, я здесь для того, чтобы помочь тебе. Я позвонил этому шефу. Он сказал, что будет со мной на связи. Выйдет со мной на связь. Но сейчас у нас есть проблемы посерьезнее, Флинт. И я не могу вызвать полицию, чтобы решить их. Успокойся, что происходит? Я не могу так сказать. Здесь открылся один фастфуд-ресторан, который что-то типа забирает его клиентов, как я понимаю. Мы не можем с ними договориться. Нет проблем, я позабочусь об этом. Эй, дышит. Я пытаюсь вести легальный бизнес. Я знаю тебя. Ты машину украдешь, если потребуется. Или выстрелишь в кого-то. Я попрошу их интеллигентно. Хорошо. Если увидишь их грузовик, то уничтожь его. Но без трупов. Понял? Окей, легальный бизнес. Уничтожаем авто, но, как говорится, без трупов. Окей. Так. О, нормально. Он через крышу прыгать умеет. Отличное продолжение ГТО Вай Сити 2. Итак. Собственно, Флинт Кейси. Да, мы продолжаем. Так. Мы сейчас с вами должны в этот переулок заехать. Проблема в том, что у меня нет оружия. Но, ладно. Надеюсь, проблема будет улажена. Ты будешь организовывать свою доставку в кресле инвалидов. Вам лучше сдаться сразу, парни. Чего? Это что за клоун? Я... Сейчас. Я не хочу доставлять вам проблем. Не, вы слышали это? Урод. Научи этих пацанов правильным манерам. Только без оружия было написано. Без оружия. Ну, драться с... Знаете, я сейчас параллельно прохожу Секиро, Шэдоу, Сдать, Вайс. И я знаю, что воевать в ближнем бою с несколькими врагами это очень плохая идея. Смотрите. В Вай Сити такая система боевки есть. Если заставить... Если атаковать их на ходу, вот так вот, они выдохнутся в любой момент. Ну, в определенный, точнее, момент. А потом их можно будет просто ногами запинать. Этого я сейчас и добиваюсь. Во! Хватит! Хватит, чувак! А, это еще не все. А, этого мы с вами угомонили. Так, теперь иди-ка ты сюда. Пошел. Стой! С меня хватит. Ты мне все показал, чел. А, тихо-тихо! 37 хп. Блин, этот у них самый живучий дикарь какой-то. Пошел! Теперь используй биту, чтобы сломать этот грузовик. Окей, я понял. Так, давай сломаем. Я думаю, я, конечно, долго буду бить этот грузовик, но тем не менее. Все, мы с вами надомажили. Что за черт? Я звоню копам. Две звезды. Данная шкала показывает, что за вами будет гнаться полиция. Чем выше количество звезд, тем сильнее... Скажем так, тем больше сил отправят на ваше подавление. Так, избавься от копов. Окей, я знаю, что надо делать. Кстати, тачка называется классик. То есть, видите, тут даже название у тачек другое. Мне... Это очень плохое авто. Очень плохое авто. Очень плохая музыка. Очень плохое авто. Но проблема в том, что... Я не покажу вам одну особенность в этой модификации. Если в этом моде добавлено свое радио, то, к сожалению, вы его не услышите в моем прохождении. Потому что YouTube карает за авторское право, и вы все это знаете. Так что, если вы хотите насладиться, то для этого придется самому все-таки мод скачивать. Но это не составит хлопот. Так вот, машина очень плохая. Она мне не нравится. Ее очень сильно заносит. Но, тем не менее, добраться до пейнтспрея можно. И у меня, кстати, всего 37 хп осталось. Неплохо они меня так подомажили. Я вам скажу. Э, какого черта? Во, все. Это из-за камеры, походу, не заскриптилось. Миссия выполнена. 100 долларов. То есть, фактически, я избавился от полиции. И одновременно оплатил все это дело, да? Ну, ладно. Ну, что, будем еще одну миссию проходить? А, наверное, нет. Знаете, что такое? Давайте все-таки так, да? Если вы все-таки заинтересуетесь в этой модификации, я буду проходить ее дальше на канал. Если вам это не нужно будет, может быть, я сам чуть попозже буду проходить этот мод. Посмотрим. Ну, потому что все-таки одно дело проходить его для себя, другое дело проходить его для вас. И на этом я предлагаю закончить обзор модификации Slash Первый Взгляд. И оставить все как есть. Еще 20 бета-миссий останется пока что без присмотра. Ну, что, с вами был Спектр. Надеюсь, вам понравился этот ролик по модификации GTA Vice City 2, скажем так. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Видеоролики выходят ежедневно на моем канале. И, опять же, не забываем про, скажем так, челлендж на полное прохождение бета-версии данной модификации. Я поехал сохраняться. Модификацию я сносить не буду. И услышимся с вами в следующих видео. С вами был также Флинт Кейси. И всем пока. Играйте только в правильные игры. Пока-пока.